К нашему эфиру присоединяется заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Жак. Алексей, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Алексей, по вашим собственным наблюдениям, в вашей оценке имеющейся у вас информации, когда российская ядерка из фактора сдерживания превратилась исключительно в фактор запугивания? Ну, я не могу сказать, что они исключительно занимаются сдерживанием, не занимаются. Все-таки есть рациональная часть, которая связана и то, что называется стратегической стабильностью. И, в принципе, относительно Соединенных Штатов, они все-таки не запугивают и сдерживают. Потому что бояться запугивать можно и схлопотать. А вот запугивать они начали, кого могут запугивать, кого могут запугивать. Ну, в принципе, после Мюнхенской речи произошли эти изменения. И тогда появилась первая доктринальная оценка того, что решительной демонстрацией готовности использовать ядерное оружие можно достичь политических целей. И тогда началась эта идея, что можно на кого-то напасть, а потом угрожать ядерным оружием, чтобы не было ответа. Ну, вот это произошло уже лет 15, как Россия разрабатывает эту стратегию. В Украине то, что мы видели в феврале 2022 года, когда Путин пообещал немыслимые последствия тем, кто будет помогать Украине, это была уже максимальная реализация этой стратегии. Ну, она, надо сказать, она сдулась в таком чистом виде. Она сдулась где-то уже к лету 2022 года, когда они сменили риторику, перестали, увидели, что Украине все равно помогают, и они не решаются использовать ядерное оружие россияне просто за помощь. И тогда изменилась риторика. Они стали маскировать вот это запугивание под ядерное сдерживание. Они начали говорить, что эти территории, которые мы захватили, это наши территории, и если кто-то будет эти территории освобождать, это будет считаться нападением на ядерное государство с помощью другого ядерного государства. Но, в принципе, первая идея запугивать с помощью ядерного оружия, она появилась где-то после мембинской речи Путина в 2007 год. Ну вот, согласно этой утечке материалов, следует, что военный округ России в ходе военных игр неоднократно репетировал вторжение войск Китая. В одном из сценариев, как пишет Financial Times, Россия, представленная вот в даке документов, как Северная Федерация, готова применить тактическое ядерное оружие против Китая. В документах обозначено как Юг. Это как бы просто условность, но как-то все-таки, согласитесь, выглядит странно. Почему именно такая терминология? Да нет, я не думаю, что это... Странно только то, что сейчас появляются сливы довольно старых документов. Я не исключаю, что это сами россияне хотят напомнить о том, что у них есть ядерное оружие. Но, в принципе, здесь нужно отличать. Когда мы говорим о ядерной войне, это война, которая и ядерном сдерживании, речь идет о войне, в которой преимущественно ведется ядерным оружием. То есть все остальное второстепенно. А когда речь идет о тактическом ядерном оружии, оружие поля боя, ну это средство усиления обычной войны. Война остается по своей сути, ведется, условно говоря, танками и самолетами, и артиллерией, но добавляется ядерное оружие для усиления огневой мощи, если не могут справиться. Но я скажу, что по мощности взрывов на территории Украины сейчас каждый месяц взрывается такая ядерная бомба, как была в Хиросиме и Нагасаке. Вот такой объем разрушений производится. Он распределен, и поэтому он не виден. Но в целом каждый месяц происходит такая мощность взрывов. Но война остается обычной. МИР, россияне, они, в принципе, это известно, одновременно с запугиванием. У них произошло снижение порога использования вообще ядерного оружия. Для них стало мыслимым использовать ядерное оружие там, где раньше казалось немыслимым, что это непредсказуемые последствия. Они нет. Они посчитали, что ядерное оружие может быть применено в широкой совокупности ситуаций, если им будет казаться это рациональным. Это, в принципе, связано с запугиванием. Но тут речь идет не о запугивании, а о том, что на самом деле в обычных вооружениях у России все очень слабо. Она не способна воевать с Китаем и странами НАТО без использования ядерного оружия. Поскольку из России постоянно доносятся ядерные угрозы, в том числе устами того же Медведева или других представителей Кремля, и брицание вот этим ядерным оружием происходит без перебоя, это означает, что страны, окружающие Российскую Федерацию, должны каким-то образом реагировать на происходящее, пускай не словами, а конкретными действиями. Отсюда и вопрос, как Запад, да и Восток уже готовятся к подобному варианту развития событий, к отражению ядерной угрозы, которую несет Российская Федерация? Как изменилась доктрина ядерная тех же государств? Ну там, скажем, отталкиваясь от того, что в Соединенных Штатах больше тактических ядерных боеголовок появилось, хотя до этого существовало в основном стратегически. Доктрины, ну это то, что меняется где-то в середине НАТО, на уровне документов, просто этого никто не знает. Но внешне были несколько действий совершены, которые говорят, что без шума, без политических заявлений страны НАТО готовятся к тому, что Россия может начать ядерную войну. Первое, когда Россия только начала запугивать ядерным оружием, вернее не только, когда стало понятно, что это серьезные такие угрозы, что, ну то есть Россия это не просто случайно пьяный Медведев сказал, а то, что они действительно так думают, что можно пугать ядерным оружием. Это произведены были два действия. Была, ну развернута такая сверхмалая. Там проблема была в том, что Соединенные Штаты и союзники обнаружили, что у них нету маломощного ядерного оружия, которым бы можно было ответить на такую маломощную, провоцирующую российскую ядерную атаку. И тогда были сделаны две доктринальные такие два шага. Были развернуты боеголовки малой мощности на подводных лодках типа Огайо. И они были развернуты возле Европы. И России было показано, что если будет такая провоцирующая использование тактического ядерного оружия, то есть равный ответ, который не будет вести к эскалации, но Россия получит в ответ. То есть есть такое средство. И второе — это самолеты F-35 с бомбами, модернизированными бомбами B-61-12. То есть это такие бомбы были развернуты, они новая модернизация старых бомб и на новых самолетах, очень эффективных для несения ударов. Вот эти вот бомбы, которые сейчас развернуты в Европе, разворачиваются, завершаются их развертывания вместо старых, это как раз бомбы. Они очень хороши для уничтожения таких объектов, как дверцы Путина и Медведева. Ну и вообще других сумасшедших диктаторов. В принципе, это второе такое действие. Ну и третье — то, что мы видим, что в Украине отрабатываются те виды вооружений, которые позволяют защитить от ядерного оружия. До начала этой фазы военной считалось, что если Россия начнет наносить ядерные удары, такие провоцирующие или наказующие в рамках запугивания, она будет использовать для этого ракеты «Искандер-М». В основном это основное такое средство, под которое... И ракеты «Кимчау». Вот мы видим, что... Ну это тот же «Искандер», только запускаемый самолет. А вот мы видим, что и то, и то сбивается. Если и то, и то сбивается, то велик риск вообще использования. Даже Украина может сбивать, используя оружие партнеров. А если такие удары будут попытаться наносить против стран НАТО, то, соответственно, будут уничтожаться и пусковые установки, и сами самолеты. То есть это создало элемент неопределенности. Уже сейчас Россия понимает, что у нее нет инструмента легкого нанесения тактического ядерного удара. То есть просто нет инструмента. Все инструменты рискованы. Поэтому вот очевидно, что подготовка идет. Она не связана с какими-то такими пьяными заявлениями. Просто в НАТО нет какого-то аналога Медведева. То есть там такие политики не нужны просто. Поэтому никто дурных заявлений не делает, но подготовка, конечно же, ведется. Алексей, недавно случилось обращение Путина к федеральному собранию. Там особо анализировать нечего. Но все отмечают, что в очередной раз была та самая озвучена угроза, тот самый ядерный шантаж в очередной раз прозвучал. В то же время в мире происходит много резонансных заявлений, ставшие притчей во язык со словам Макрона относительно солдат НАТО на территории Украины. Казалось бы, два события совсем не связанных. А так ли это на самом деле? Ведь, как говорится, дыма без огня не бывает. Ну, мне кажется, такой прямой действительно связи нет. Просто концептуальная, стратегическая связь в том, что те красные линии, которые Путин пытался прочертить, используя ядерное оружие, он говорил, что если Украине помогут хотя бы оружием, хотя бы деньгами помогут, он нанесет ядерный удар. Этого не случилось. Потом он говорил, что если Украине дадут леопарды, дадут патриоты или еще что-то, он нанесет ядерный удар. Не нанес еще один рубеж. Потом он говорил, что если Украине попытаются помогать войсками, непосредственно участие какое-то, он нанесет ядерный удар. Вот он сейчас это говорит. Он пытается... Эти красные линии размываются. И каждый раз, когда происходит размывание этих красных линий, или Россия чувствует, что эти красные линии не работают, начинается вот такая эскалация ядерной риторики. Сейчас то, что Путин, он сейчас, надо сказать, в эту предвыборное свое послание, в отличие от 2018 года, он меньше уделил внимания ядерному оружию. И фактически то, что он сейчас сказал, если он намекнул, вернее, что если Россия вдруг начнет терять те территории, которые она захватила, то вот высок риск эскалации. Он не сказал, что будет, но он намекнул, что у России есть ядерное оружие, и она будет его снова пытаться каким-то образом продвинуть. Поэтому связь в этом отношении есть. А что касается, насколько... Ну, я бы сказал, все-таки был тест этого тезиса непосредственно перед посланием, которое случилось, вы правильное слово подобрали, оно случилось. 29 февраля, в высокосный год, случилось это послание накануне избрания. Вот был на встрече с Шойгу Путин, тестировал некоторые тезисы свои ядерные, была встреча непосредственно, они обсуждали, как они разгромили НАТО под Авдеевкой, и обсуждали некоторые ядерные вопросы. И там, надо сказать, что российские лидеры выразили удивление тем, что западные страны не боятся тех мультиков, которые Путин показывал в прошлое, свое предвыборное обращение к федеральным собраниям. А что они, наоборот, рассуждают о ядерном оружии в космосе, о каких-то там противоспутниковом оружии. А вот то, что Путин показал в мультиках, и то, что он продемонстрировал в Украине, не боятся. Я думаю, поняв, что не особо боятся именно этих видов вооружений, они и... он чуть-чуть свинтил вот эту риторику и свел ее до того тезиса, что с помощью ядерного оружия, возможно, он будет защищать захваченное от деоккупации, ну, противодействовать деоккупации, удерживать захваченное территорию. Такой намек был, но он скорее сюжетный. Он говорил про оккупацию, про то, что захватили территорию, и поэтому не зря он начал войну, и тут же после этого сказал, что у него есть ядерное оружие. Поэтому тут связь и есть, но она не такая... Я думаю, что в этом плане все-таки было главное не ядерное оружие, а прямой намек Путина, что после выборов он будет массово менять российские элиты, и экономические, и управленческие. Я думаю, тут важнее напрячься вот этим самим российским элитам, чем странам НАТО по поводу ядерного оружия. Алексей, спасибо большое. Спасибо за оценку ситуации. Алексей Жак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований, и эксперт по вопросам международной безопасности. Алексей Жак присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.